Давай-давай, торт. Просыпайся. На работу нам пора. Город тоже просыпается. Три чашки, после раз, три чашки, после два. Я готов. Мяса, сутра. Кофе, сутра. На росту. Майка, сутра. Салами, амон. Моцарелла. Сейчас, кстати, моцареллу мы заберем, будем готовить новое блюдо. Ребятки, сегодня же масленица началась. Такой бриошек на масленицу сидим. С нутеллой. Такую косичку. Или вы фокачо хотите? Надоела фокачо. Трубочки тоже. Красота тоже надоела. Бриошек. Закомпосирована. Ребята, ну вы и пьете у меня. Только вода приехала, уже нет. Газированную пейте. А натуральную оставляйте. Так, ну что, с чего начнем наше утро? С картошки. Поехали. Могу пивка предложить. На масленицу. Целый бидончик. Хотите? Целых три бидончика. Не хотите? Ладно. Ну тогда пивасик. Кстати, надо пивасик заказать. Заканчивается. Ладно. Поехали дальше. Морозилочка. Как всегда, минус 15. Минестроны будем готовить сегодня. И все остальное. Пина. Пойдет. Морковка. Найдет. Подожди. Морковь. Найдем как-то. Смяты ли минестроны от меня? Сурджаль. Вердуре. Так, добираем телев. Так, ребятки. Что сегодня готовим? На-те вам еще такой перчик. Супер-пупер классный. Тоже здоровенный. Видите? Где моя рука, а где перец. Он потом поспевает и становится красным. Морковь. Мы ему не дадим, как сказать, поспеть. Ну, сейчас я кину минестроны, перекручу мясо на котлеты. Сделаю. Сделаю. Сделаю рагу. Сделаем пасту альфорно. Вы это уже видели, поэтому этого вам показывать не надо. Но мы сегодня сделаем гратинату. Сейчас я вам скажу на итальянском. Гратинату ди хаджолини и пататы. То есть спарджевая фасоль. Картошка. Вот такой сыр моцарелла. Добавим немножко сыра пармезана. Добавим немножко панировочных сухарей. Потому что, ребята, полпетоны. Мне скоро народ начнет швырять в морду. Я их уже перекормила, закормила. Полпетоны. Поэтому сегодня меняем. Ну, а так как у нас, так сказать, вердуры или овощи одни и те же. На манеже одни и те же. Поэтому приходится немного делать вариации, так сказать, на тему. Сыр моцарелла, его можно. Или перекрутить на мясорубке. Или просто нарезать кубиками. Я нарежу его кубиками. Сыр очень хорошо плавится. Поэтому в блюде он будет смотреться просто шикарно. Ребятки, некоторые из вас пишут и спрашивают, что у меня нет рецептов под видео. Ребята, у меня каждый раз рецепт на глаз это раз. Во-вторых, ну как я вам могу дать с точностью ингредиенты, если у каждого из нас разные вкусы. Кто-то не любит соленое, кто-то не любит сладкое, кто-то не любит кислое, кто-то не любит острое. Поэтому я вам даю просто сам принцип. Как и что. Сам каждый раз готовишь и каждый раз по-другому получается. Все на глаз, все приблизительно. Пропорции. Если я готовлю мясо с картошкой, у вас это может быть картошка с мясом. Цена мяса, видите, у меня одна, у вас она другая. Так что не обижайтесь. Рецепты могут даваться, когда это готовит мой домашний комбайн. Там чисто рецепты у тебя идут три минуты при скорости один. Вы там чего-то намудрили, накрутили. И у вас каждый раз получится одно и то же блюдо. А у нас тут, как всегда, вариации на тему вкусной еды. Поэтому я даже не знаю, сколько я сейчас моцареллы нарежу. Я на глаз. У меня пакет моей спаржевой фасоли. Она уже в духовке, так сказать, размораживается или подваривается. Точно так же у меня подваривается там картошечка в духовке. Точно так же у меня сейчас сгорит менестроя. Пока я с вами тут трещу, но мы ему не дадим сгореть. Пусть еще подварится. Панировочные сухарики у меня супер-пупер. Это наши обрезки хлеба. Видите? У меня их дофига и больше. Кстати, эти панировочные сухарики, они убирают из блюда лишнюю влагу. Это раз. А потом при запекании в духовке они дают такое вот приятное похрустывание. Поэтому я их туда и запихиваю. Немного, всего в меру. Я даже могу себе позволить сделать вот так вот. Смотрите. Видите? И эту моцарелку как бы перемешать. И она у меня тогда по нашему блюду разойдется более равномерно. Видите? Две жменьки с сухариком. Раз. Сейчас мы еще сюда. Добавим нашего пармезанчика. Это уже, ребята, от себя. Это ни в каком рецепте. Это нигде ничего я не видела. Это что мне моя башка, так сказать, говорит. То мы с вами и делаем. Видите? Раз. Раз. И Галя дома. Мы это все смешали. Потом мы нашу спаржевую фасоль немножко порежем кусочками. Потому что она вот такая длинная. Картошечка у нас порезана кубиками. Посолим, поперчим. Добавим немножко майранка или оригана. Стрючковая фасоль любит это дело. То есть спаржевая. Называйте, как хотите. Этот сыр мы отдадим Мишке. Какая свои булочки доделывает. Вот так вот. И займемся другими делами. Вот взяла я, ребятки, вот такую форму. И вниз формы будет уместно положить сырой лук. Нарезаем самым обычным кубиком. Обязательно дно формы мы смажем маслом. Оливковое. Капаем маслице. Все это распределяем. И наш лучок сюда высыпаем. Не боимся его рукой. Немножко в маслице обмазать со всех сторон. И смотрите. Еще маленький. Берем наши сухарики. И чуток припудриваем дно формы. Таким образом наш запеченный, так сказать, пирог назовем его так. Будет похрустывать потом. Его резать будем прямо в форме. Мы ничего вытаскивать не будем. Все, сейчас доготовится картошка. Я уже нарезала спаржевую фасоль и я все вам это покажу. Давайте немножко от темы отступим. В прошлый раз видели, пришло мясо как мясо. А этот раз, ребята, одни обрезки. Так как мне надо делать рогу, все равно это надо делать фарш. Куча жира. Ой, будут наши ведьмочки сегодня кушать наши котлетки. Сейчас мы туда так хорошенько хлебушка добавим. Посмотрите, одни кусочки. Ну что, претензий не могу иметь, так как это мясо по 2 евро. Я думаю, что я снимаю, а у меня камера молчает. Риксончик. Риксончик. Санутала джентль. Эра камера, но лохачиванула. Эра спренька. Андрюшке лекарства принесли губ. Теперь он поправляет свое здоровье. Эрика тоже. А почему нам не поменяли пиццу? Ну, он купил не глубокое, а это дала Россия. Ну, а так не скоро. Ой, мы же пошли кофе пить. Продолжаем. Сварилась наша картошечка. Порезали мы на фрагменты нашей фаджолини. Майраник. Хорошенько посыпаем. Не жалеем. Он очень хорошо пахнет. И посыпаем перчиком. И все это смешиваем. Ребята, такая запеканка уместна даже в период поста. Единственное, что вам придется соус бешамель. И, может быть, сделать, я знаю, на водичке скажем. Добавить побольше лучка. Так, сейчас это смешаем. Изначально на вид это может казаться некрасиво. Но мы сейчас сюда добавляем наш сыр, который вы уже помните с сухариками и с пармезанем. Опять перемешиваем. Получилось без формы. Сильно высокие не делаем, ребята. Сильно высокие будут невкусные. Теперь мы имеем право еще разок присыпать нашим пармезанчиком. Припудрить. Чуть-чуть. Посоль я попробовала. Мне нравится. Гаррика попробует в готовом виде. Все, припудрили. Сейчас фрагменты сливочного масла вот так вот прямо накидаю. И в духовку до румяности. Я сейчас выставлю 30 минут. Ну, где-то 170 градусов. Все, поехали. Так, 30 минут прошло. Моцарелла растворилась. Паста, Лили. Уралокачу. Загорели. Подрумянились. Подавать будем в теплом виде. Резать непосредственно перед клиентами. Все, запеканка готова. Ребята, мне нужна была пешамель. Солан дата Лера, но 20 персонал банков. 20 человек было. Остарелло. 0,0,0,0,0. Все дружно ушли. Да. Криксончик сделала. Тирамисончик. как делал папаяни не переживайте никакого нового рецепта так велик тут сделала такое рагу наша бешамелька сейчас смешиваем из пастой выбрасываем это наши котлетки сливочно-томатном соусе скажут они такие мягкие сама не знаю как получается чинку смотрите какая у нас чудная бешамель сразу красивый цвет получился насыщенный сейчас мы сюда все сосиси вчера у нас тыща с пастой смешиваем с пастой смешиваем сыром посыпаем и запекаем у меня получилось соуса очень много я уже пасту смешала сейчас я еще его чуток пролью вот эту смесь перебил в другую мисочку заморожен это у нас будет на следующий раз потому что чересчур хорошо тоже не хорошо сейчас сырком посыпаем мы щедро полили у нас просто много сыр операция и другие приключения эрик сончиков на себе не гладим одежду видите как мы пиасту моем разогрели ее потихоньку эриксон руками обожжет техника безопасности и наливаем что это кипит шипит шипит шкварчит бурчит и отмевается это . эриксон сегодня серьезно не будем ее отвлекать чтобы припалить себе кое шов теперь на этой пиасте будет у нас гамбургер и кольц и так извините у нас все время лирические отступления и так извините у нас все время лирические отступления мы не придавливаем пасту мы июня оставляем куча рябинькой кудрявенькой посыпаем сыром не жалеем в этом случае сыра не жалеем и все запекаем паста готова рогу готова бешамель готова приобрела наша паста красивый цвет готова калty Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Говорю Андрюшке машинами поменяться У него такая непожеванная, не такая как у меня А, Ориксончик, Ориксончик Не хотят Ладно, прощай Поехали Субтитры сделал DimaTorzok